Очень частый вопрос, который задают многие женщины. Действительно ли я не могу забеременеть и действительно ли у меня стоит диагноз бесплодие? Поэтому давайте сегодня разбираться. Действительно многие из вас когда-либо в жизни слышали этот неприятный диагноз. Или у своих знакомых, или тем более у себя. И конечно это повергнет в шок. Особенно если ваш возраст не такой большой. Вы еще совсем молодая и вам ставят такой диагноз. Действительно вы долгое время не можете забеременеть. Поэтому давайте сегодня разбираться. Когда же нужно обращать внимание действительно на этот непростой диагноз и когда его ставить? И главное, что с этим нужно делать? Друзья мои, очень рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Так вот, друзья мои, специально для вас у меня есть телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. Поэтому подписывайтесь. Мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Ну что, я предлагаю начать. Действительно тема бесплодия, она очень-очень-очень вот такая емкая. Потому что это темы касаются и мужчины, и женщины. И здесь мы очень часто разбираемся вообще в проблеме. Ко мне часто на консультации приходят женщины абсолютно разного возраста. И очень молодые девушки, и женщины более 40 лет, и даже более 42-43 лет. И все с одинаковым вопросом. Действительно ли у меня стоит такой диагноз? И действительно ли я бесплодна? И здесь мы начинаем разбираться в проблеме. Так ли это на самом деле? Да, к сожалению, есть сейчас определенные нюансы. И в современной медицине тоже. И многие врачи не хотят как-то должного внимания уделять обследованием, должного внимания уделять медикаментозной терапии, а пытаются вас отправить сразу на более такие уже сложные методы репродуктивные, как ЭКО, там, инсеминации и так далее. Но здесь я все-таки хочу вам напомнить про то, что диагноз бесплодие, и вообще об этом диагнозе мы можем говорить только тогда, когда у вас не наступает беременность в течение одного года регулярной половой жизни. Регулярная половая жизнь это 3-4 половых контакта в неделю, да, 2-3, 3-4, 2-3 половых контакта в неделю без любых методов предохранения. И почему я на это определение обращаю ваше особое внимание, потому что очень часто мужчина, женщина говорит, да, у меня муж там не может, да, по причине здоровья. У меня муж там в командировках, он, допустим, дальнобойщик, и мы просто физически не можем встречаться в нужные дни, поэтому просто половых контактов у нас мало. И вот такой паре выставить диагноз бесплодие действительно очень сложно, потому что если вот это правило ключевое нарушается, да, а это год до 35 лет, после 35 лет это 6 месяцев, полгода, если беременность не наступает, тогда нужно, соответственно, разбираться, с чем это связано. То есть факторов действительно огромное-огромное количество. Мы с вами перечислим такие самые основные, которые встречаются в практике. Самый первый фактор это гормональный фактор. Вот я скажу по своей практике три фактора, которые встречаются просто четыре постоянно. Гормональный, когда есть какие-то изменения в гормонах. Какого-то гормона много, какого-то гормона мало. Наш организм устроен так, что работает как часы. Вот с одним гормоном возникают проблемы, соответственно, уже во всем организме возникают проблемы. То есть если мы с вами говорим, допустим, про там щитовидную железу, да, есть какие-то проблемы с гормонами щитовидной железы, допустим, гипер- или гипоактивность щитовидной железы, и уже наступают проблемы, связанные с беременностью, да. То есть уже вот как часы выдается такой вот результат, что есть определенные проблемы, беременность наступить не может. Дальше. Говорим про трубно-перитониальный фактор. Трубно-перитониальный фактор – это если есть какая-то спайчная болезнь. То есть было какое-то воспаление. Возможно, очень часто вызвано инфекциями, передающимися половым путем, то есть половыми инфекциями, венерическими заболеваниями, да. И вот это воспаление вызвало такие соединительно-тканные тяжи, то есть спайки. И поэтому трубы стали непроходимы, да. Соответственно, вот этот вот путь между яйцеклеткой, маткой и яичником, то есть яйцеклетка просто не может физически встретиться с пермодозоидом, да. Вот. Или наоборот поступить в полость матки. Это уже такая серьезная проблема, если была внематочная беременность. Поэтому здесь это надо обязательно сделать, конечно же, УЗИ. Обязательно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Это крайне важно для того, чтобы удостовериться, что на сегодняшний день у вас нет воспаления. То есть обычно мы сдаем мазок на инфекции, передающиеся половым путем ПЦР. Сдаем мазки на флору, да, для того, чтобы точно понять, что все хорошо, никаких воспалительных заболеваний нет. Плюс делаем УЗИ. Если необходимо, можно сделать гистеролапароскопию, для того, чтобы точно, да, визуально увидеть, что действительно нет никакой спаечной болезни ни в полости матки, ни в маточных трубах, ни в органах малого таза. Это тоже, друзья мои, очень важно, почему многим женщинам все-таки рекомендуется делать подобные операции. И после таких операций очень быстро наступает беременность, да. И буквально стоило там восстановить проходимость трубы, убрать вот эти что-то лишнее. И мы видим, что все хорошо, беременность очень быстро наступила. Следующий фактор, это фактор как раз маточный. Если есть какие-то определенные проблемы с эндометрием. А такие проблемы тоже часто, к сожалению, возникают. То есть эндометрия растет неравномерно, есть какие-то полипы, гиперплазии, или наоборот, он очень тонкий, плодный яйцо, не может по это сесть, да. У кого-то есть миомы. То есть здесь надо, конечно, индивидуально уже разбираться в проблеме и выяснять, с чем же эта проблема связана. Следующий момент, это мужской фактор, да. Это мужской фактор, который действительно такой играет очень-очень серьезную роль. И хотя многие мужчины думают, что, а, это все женщина, то есть не может забереметь, проблема в ней. На самом деле, друзья мои, нет. Очень часто проблема в мужчине, 40% мужского бесплодия. Поэтому необходимо сдать спермограмму и мар-тест, да, и плюсы обследовать на воспалительное заболевание, для того, чтобы точно понимать, что это не мужской фактор. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь на мой телеграм-канал, задавайте интересующие вас вопросы, и мы будем с вами на связи. Всем пока-пока и как можно быстрее забеременеть. Субтитры сделал DimaTorzok